Всем привет! Это новое видео про китайские деревянные головоломки. Сегодня попытаемся решить три головоломки. И первая головоломка будет, конечно же, красная шкатулка. У нас уже были три шкатулки цветных. И сегодня пытаемся решить заключительную шкатулку в этой серии. Красную. Вот так она выглядит. И задача данной головоломки заключается в том, чтобы понять, как данная шкатулка будет открываться. У нас есть некоторые детали, которые двигаются, но все равно шкатулка заблокирована. И так просто она не открывается. Нужно будет понять, в чем же заключается загадка и как она будет открываться. Вторая головоломка это очень известный деревянный кубик змейка. Суть заключается в том, что данный кубик разбирается, растягивается, все детали соединены резиночкой и когда я просто растягиваю, у меня кубик разрушается и превращается в змейку. Задача заключается в том, чтобы собрать этот кубик обратно. И третья головоломка это деревянный узел, который состоит из шести деталей различной формы. Задача заключается в том, чтобы разобрать его, а потом собрать обратно. Но даже разобрать его не такая простая задача. Если вот так просто двигать детали, крест не распадается. Вот, узел сохраняется. У меня ничего не распадается. Так что нужно будет понять, как же он разбирается и как будет собираться. И еще хочу прояснить один очень важный нюанс. Дело в том, что сейчас вы видели все головоломки распакованные и некоторые головоломки я даже разобрал. Но в следующих кадрах вы будете видеть их все собранные в заводских упаковках. Все дело в том, что сначала я снимаю процесс решения головоломок, а потом уже начало видео. Теперь вы знаете, почему в следующих кадрах все головоломки будут в заводских упаковках. А мы перейдем к решению головоломок. Поехали! Давайте распакуем последнюю шкатулку из этой серии. Вот она, красная шкатулка. Как и все предыдущие, она сделана очень аккуратно, очень красиво. У нас здесь новый узор. Я напомню, что у нас на всех шкатулках различные узоры. Вот так они выглядят. И каждая шкатулка имеет свой механизм открывания. У каждой шкатулки свой секрет. Сегодня попытаемся разгадать закатку красной шкатулки. Засекаем время. Старт. Время пошло. И пробуем открыть. Итак, первое, что мне бросается в глаза, это вот эта вот деталь, которая, мне кажется, должна как-нибудь двигаться. Давайте попробуем ее подвигать. Так, ну она чуть-чуть двигается. Но она, по-моему, двигается вместе с центральной пластиной. Вот смотрите. Она, по-моему, вместе с центральной пластиной двигается. Нет, она не с центральной пластиной. Она немножко двигается, вот как стрелочки. Вот, немножко двигается. Но, так. Но вот здесь я уже вижу. Вот здесь ей не дает двигаться вот эта деталь. То есть вот эта деталь и вот эта деталь ей не дает двигаться. двигаться. То есть я не могу её как-нибудь просто повернуть, как стрелки на часах. Так, у меня вот эта деталь немножко приподнимается. Вот эта деталь зафиксирована, и судя по вот этим подтёкам клея, она в принципе приклеена, никак не будет двигаться. Вот здесь видно подтёки клея с одной стороны, и с другой стороны точно так же. Так, то есть вот эта деталь, скорее всего, у нас вообще не будет двигаться, и скорее всего, у нас всё будет открываться с этой стороны. Но Но опять же, эти потеки клея могут быть ошибок, обманчивы, потому что у нас в зеленой шкатулке тоже были походы, что и потоки, потеки клея, я думал, что там ничего не двигается, на самом деле, там должно было двигаться. Так, давайте посмотрим еще вот эту деталь, потому что вот эта деталь, в принципе, может подниматься, в некоторых шкатулках у нас таки было. Нет, с одной стороны не поднимается, с другой стороны тоже не поднимается, и, судя по всему, это просто фальшивые вот эти полосы сделаны, то есть это не разные детали, это все одна деталь, где просто делают вот такую полоску с одной стороны и с другой стороны. То есть это никак не открывается, никак не открывается. Итак, у нас центральная деталь поднимается вместе с этими стрелками Центральная пластина И когда я поднимаю, у меня немножко приподнимается вот эта деталь То есть вот она немножко приподнимается Вот эта деталь не вращается Центральная тоже не вращается Они не нажимаются Так, еще раз, давайте пробуем повернуть стрелки Потому что вот здесь они зафиксированы с одной стороны и с другой стороны Давайте пробу, может, чуть сильнее надо это делать Нет, ну, они никак не толкаются Я вот чувствую, что прям сопротивляется очень сильно Никак не поворачивается Нет, и в другую сторону тоже нет То есть, стрелки, вероятно, не должны вращаться Но для чего же они-то вообще сделаны? Потому что они, в принципе, подвижны Вот, я чувствую, что они подвижны Возможно, здесь есть какие-нибудь колышки, которые просто должны упасть в свои пазы Давайте пробуем ударить С одной стороны Ничего не происходит Теперь с этой стороны Ну все, мы вроде бы со всех сторон уже ударили Где только можно было Ничего у нас не происходит Вот эта деталь не разъединяется никак Это цельная деталь, насколько я понимаю Кстати, время уже Уже почти 5 минут А я не сдвинулся вообще никак просто Я решаю и ничего не придумал Может, у нас стрелочки вверх поднимаются? Нет, они не поднимаются Они не вынимаются Она немножко приподнимается, но мне кажется, это просто она гнется Вот я немножко приподнимаю И ничего не происходит от этого А, она вынимается? Стрелочка вынимается? Или это просто я вытащил ее Что-то я не понимаю Оно вынимается и поворачивается Все, что ли? Так Вот так оно открывается Кстати, время Так, время, время Телефон выключился Сколько времени? Стоп 5 минут 42 секунды И все-таки действительно нужно было делать через силу Все-таки, к сожалению, нужно было делать через силу И если бы я сразу делал через силу Я бы решил ее практически сразу же Дело в том, что вот эту деталь Нужно было поднять И когда я пытался ее поднять изначально Я думал, что я просто оторву, сломаю Но нет, нужно было тянуть сильнее Она просто прям очень сильно держалась Видимо, за счет того, что ее покрасили Потом поставили эти детали Они приклеились и очень крепко держались Давайте еще раз посмотрим конструкцию Итак, у нас есть вот эта центральная деталь Которая все блокировала Давайте попробуем ее закрыть, шкатулку Вот так у нас получается Она двигается Сдвигаем в ту сторону Закрываем Так, теперь задвигаем Задвигаем и опускаем Да, она вот так опускается Вот эта тоже опускается И вот, смотрите Для того, чтобы ее поднять Нужно приложить очень много усилий Я боялся того, что я просто ее оторву Но нет, вот она Она начинает гнуться Поэтому довольно тяжело поднять Есть, поднял Повернул Сдвинул И поднял Но она однозначно интересная У меня сейчас на первом месте По сложности и по интересу Стоит синяя шкатулка Потом, возможно, все-таки красная Потому что это очень оригинальная К сожалению Это тяжело открыть Потому что просто-напросто боишься того, что сломаешь Эту детальку Следующая у нас идет Зеленая И самая простая Желтая Напишите в комментариях Какая шкатулка вам нравится больше всего Но ребенок не открыл бы эту шкатулку Это точно Раз И открыли Потратил на шкатулку более пяти минут По-моему, больше времени я тратил только на зеленую Или на синюю Не помню уже, честно говоря Пишите в комментариях Сколько времени потратил на все эти шкатулки И сколько времени потратил на желтую Она была очень простой По-моему, 38 секунд, если не ошибаюсь Она была слишком простой Давайте теперь, когда мы разгадали уже все головоломки Посмотрим, как открывалась каждая из них Давайте даже попробуем засечь время Сколько времени понадобится на то, чтобы раскрыть все шкатулки Зная секрет Так, давайте засекать Сбросим предыдущее время Старт Время пошло Начнем с красной Которую мы только что разгадали Подняли Повернули Открыли Так, дальше зеленая Зеленая Так Есть Готово Вот открытая И синяя Поворачиваем Колышки сдвигаем Так Так, теперь сдвигаем Сюда 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 И сюда Синий открыли Желтый Стоп 30 секунд 30 секунд нужно, чтобы открыть все эти шкатулки Знай секрет На этом, к сожалению, закончилась серия цветных шкатулок Надеюсь, производитель будет делать еще какие-нибудь необычные шкатулки И если не ошибаюсь Вот эти три шкатулки вышли раньше, чем красные То есть красные вышли уже после вот этих трех И, соответственно, возможно сейчас разрабатывается какая-нибудь новая шкатулка Нового цвета Если так, я ее обязательно куплю И, кстати, в следующем выпуске будет еще одна головоломка от этого же производителя Которую я покажу в конце этого выпуска Поэтому смотрите до конца и вы увидите спойлер Совсем скоро будет лето На улице уже очень хорошая погода И для более мобильного перемещения по городу Я хочу купить себе электросамокат Давайте вместе с вами попробуем выбрать какую-нибудь хорошую модель Выбирать я буду на Е-каталоге Здесь удобно с помощью фильтров отсортировать подходящие модели Мне нужен электросамокат, поэтому ставим такой пункт И сразу ставлю предел стоимости в 25 тысяч рублей Есть несколько интересных моделей Это самокат от Xiaomi У него очень хорошие характеристики И в видеообзорах много позитивных отзывов Также есть еще популярный самокат от Ninebot У него похожие характеристики, но цена значительно ниже Также нашел самокат от Cactus У него цена намного ниже, но скорость еще выше, чем в предыдущих моделях Он много где продается и можно найти очень хорошую цену Я добавлю самокат из список желаний, чтобы не потерять эти модели В описании оставлю ссылку на свой список желаний Вам в комментариях предлагаю написать, есть ли у вас самокат, а если есть, то какая модель А мы вернемся к решению головоломок Данный кубик является очень известной головоломкой У меня никогда не было, но я много раз видел его в различных сувенирных магазинах Где делается что-нибудь из дерева, но никогда ее не покупал Я видел ее еще 10-20 лет назад Насколько я понимаю, да, так и есть Суть заключается в том, что у нас все вот эти детальки на пружинке Нам необходимо как-то это распутать, превратить в змейку, а потом собрать обратно Я думаю засекать время, сколько нам потребуется для того, чтобы все распутать не стоит Потому что просто растягиваем, у нас все распутывается И она как симметричная, я думал она не симметричной будет То есть у нас получается все детальки одной длины будут или нет? Сейчас посмотрим Нет, все-таки разной длины Разной длины сектора у нас будет Вот такая у нас получает змейка И из этой змейки необходимо будет обратно собрать кубик Я не знаю, сколько времени на это потрачу Мне кажется, очень много, потому что я подозреваю, что это нужно будет делать все перебором И возможно из-за этого потребуется очень много времени Кубики покрашены в белый-зеленый цвет И посередине у нас находится, внутри этих кубиков находится у нас резиночка Резинка красная Краски за счет резинки все у нас очень хорошо пружинит И очень хорошо растягивается Засекаем время Старт, время пошло И кстати, напишите в комментариях, у кого такая головоломка была Итак, давайте попробуем что-нибудь сделать Я даже не знаю, с чего начать Здесь у нас получается Так, у нас есть три блока Здесь два блока Здесь три блока То есть вот это мы уже не можем так положить Потому что здесь будет выпирать, получается, четвертый уровень У нас должно быть только три уровня, потому что это кубик 3Н3 То есть мы можем сделать вот так Дальше смотрим Здесь мы можем повернуть вот так Потому что в эту сторону мы уже... А, в эту сторону мы тоже можем повернуть Окей В эту сторону поворачиваем Здесь у нас что получается? Вот так повернули Здесь у нас будет уже выпирать четвертый уровень, получается Вообще надо камеру потемнее сделать Вот так, так будет лучше видно Здесь у нас получается уже четвертый уровень А нет, третий пока что еще Вот здесь у нас получается четвертый уровень И в эту сторону тоже четвертый Так, значит мы что-то сделали неправильно Смотрим обратно, отматываем Отматываем обратно, смотрим опять Здесь вот так только можем повернуть Вот сюда только можем повернуть Здесь у нас может быть повернуто сюда Либо сюда, но у нас ничего не меняет Потому что здесь у нас в любом случае будет А, нет, вот сюда можно повернуть Так, смотрим дальше Здесь у нас уже в любом случае будет опирать, куда бы мы не повернули То есть поворачиваем сюда А, вот сюда еще не будет опирать Так, ну пока что еще не настолько сложно, возможно Но вот здесь у меня уже, по-моему, тупик получается Да, у меня получается вот здесь не достает одного квадратика И как бы я не поворачивал, у меня здесь не будет хватать квадратика Кубика, точнее Поэтому ничего не получится сделать Поворачиваю, если в другую сторону То у меня здесь получается такая же ситуация То есть здесь мне тоже будет не хватать кубика И я никак это уже исправить не смогу Потому что я не смогу туда уже завернуть никак змейку Так, давайте еще раз Три, два, лишнее не выпирает Здесь у нас уже, если я вот так поверну Пока еще не выпирает ничего Вот так уже начинает выпирать То есть вот эта деталь у меня будет выпирать уже на четвертый уровень Как бы я не повернул, сюда она будет выпирать на четвертый уровень Сюда будет выпирать на четвертый уровень Не подходит Давайте с другой стороны попробуем Так, здесь пока еще ничего не выпирает Здесь тоже пока не выпирает Пока не выпирает Это уже выпирает, поэтому опускаем вниз Опускаем вниз Смотрим, сюда можем повернуть Вверх будет выпирать Сюда можем повернуть Так, вот сюда уже будет выпирать Сюда положить мы не можем, потому что здесь мешает Поэтому Поэтому Так Сюда мы не можем положить Но можем как-нибудь сюда засунуть Может быть Если Вот сюда мы можем здесь засунуть Так Мне кажется, я близок к решению Потому что пока у меня пустых мест нет У меня здесь есть пустое место Но в принципе я хочу вот это как-нибудь вовнутрь засунуть Я думаю, это возможно сделать Я думаю, это вполне можно сделать Но нужно понять, как это поворачивать Или может быть Вот так Вот, вот, есть Засовываю Вроде бы залезло И все Все Есть Сколько времени потратил Стоп 3 минуты 57 секунд Ну, головоломка интересная Она не простая, но она очень интересная Мне понравился этот кубик Давайте посмотрим еще раз И Если здесь другой вариант решения Изначально была так запутанная или нет Я потому что даже не смотрел Просто раз Распутал ее и все Нам необходимо как-то это распутать Превратить в змейку А потом собрать обратно Может быть, если покручу Найду еще какое-нибудь решение Но пока вижу только такое Для начала распакуем головоломку Так, я ее распаковал Она сразу начала рассыпаться То есть, вот я распаковывал У меня вот это немножко сдвинулось Как-то Уже не сдвигается Вот Оно сдвинулось И головоломка начал рассыпаться Я не знаю, стоит ли засекать время Сколько мне понадобится На то, чтобы ее разобрать Потому что она уже рассыпается Поэтому давайте просто ее разберем И потом задача будет заключаться В том, чтобы собрать ее обратно Давайте засекать Вдруг там будет какая-то загадка сложная Время пошло И разбираем Раз Так, что у нас дальше Нет, все-таки хорошо Что я стал засекать время Вот это сюда Скорее всего будет выдвигаться Сдвинем И туда сдвинем Все Разобрали Стоп 23 секунды И давайте посмотрим Какие у нас детали Итак, у нас одинаковые детали есть Нет У нас все детали уникальные Это интересно Это уже интересно Хотя нет Вот у нас две одинаковые детали Вот две одинаковые Смотрим дальше Это разные Это разные Детали Это совершенно разные Вот это какая-то Очень сложная деталь У нас все будет состоять Из вот таких блоков То есть я не знаю Правильно Состыковал сейчас детали Но блоки будут следующим образом Вот такой блок Какой-нибудь Еще один блок И еще один блок Всего шесть деталей Нужно будет их как-то Сопоставить Так, чтобы они не разваливались Старт, время пошло, и пробуем собрать Так, я понятия не имею, какие у нас должны быть блоки Как будут сопоставляться детали Но давайте что-нибудь попытаемся сделать Так, а еще я не помню, какую форму точно имела данная фигура Вот точную форму я не помню, к сожалению Это плохо, это очень плохо Потому что так собрать будет сложнее Как она выглядела? То есть я приблизительно понимаю, как она выглядела Но точно я этого не помню То есть вот эта деталь вот так была или вот так? Скорее всего, вот так Скорее всего Ну это логично, мне кажется Так, данная деталь была, к примеру, вот так Данная деталь вот так И вот так Да, все, теперь я понял, какая у нас должна быть форма, как минимум Но пока у меня состыковалась Но у меня получается не симметрично Мне как-то вот эти утоплены туда получились Так не должно быть, по идее То есть вот так будет Возможно, вот так Здесь будет закрываться как-нибудь вот так Вот, теперь уже симметрично И теперь нужно просто просунуть вот эти детали Но, наверное, не просто просунуть А как-нибудь понять, какие детали там будут стоять Вот эта, например, деталь И вот эта И что, я смогу сейчас закрыть и все? И это будет так просто? Нет, надо все-таки будет думать сейчас, как это поставить Но форма я, в принципе, понял, какая должна быть Потрясил на это почти две минуты Чтобы понять, какой формы должна быть фигура Давайте возьмем очень сложную деталь И очень простую деталь Вот так вот это будет Либо две очень сложных Вот таких Давайте возьмем две очень сложных детали Поставим к ним Две очень простых вот таких детали И сквозь них будем продвигать вот такие детали То есть вот я поставил две сложные детали Сдвинул Вот это сюда я могу, в принципе, продвинуть, возможно Или, да, продвинул И у меня осталась одна деталь, которую нужно как-нибудь туда поместить Возможно, так они состыкуются Потому что, в принципе Да, они мне должны состыковаться Только нужно понять, в какой последовательности их нужно засовывать Потому что вот здесь как раз остается место Вот такое узенькое для вот этой детали То есть нужно по ней последовательность Вот сейчас я сдвигаю Кстати, время сколько? Почти 4 минуты Главное, чтобы не рассыпалось Потому что вроде бы сейчас все правильно Так, я сейчас сдвигаю Могу довынуть вот эту деталь Вот эту убираю, например Тогда я не смогу поставить большую деталь на место Вот эту Сложную, точнее Вот так Вот эту вынуть Я ее, в принципе, могу вынуть А, они у нас одинаковые, кстати Я сюда поставлю вот эту деталь Аккуратненько поднимаю верхнюю деталь Вроде поставил Пока в другой паз Но потом ее передвину Поставил эту деталь Теперь вот эту Я смогу передвинуть Вот эта сдвигается Вот эта сюда Вставляется, по-моему Вставляется Да, вставляется Теперь нужно их просто Все Все, практически собрал Нужно их чуть-чуть сдвинуть И практически собрано Сюда сдвину Так, почти собрал Возможно, их вверх ногами поставил Я эти детали вверх ногами поставил Время, кстати, сейчас сколько уже? Так, разблокирую телефон Ой, закрыл Вот, все Время 7.07 Нам нужно вот это будет засовывать Для этого мы вот эту деталь сюда продвигаем Это вот так Здесь у нас появляется проход Вот так Так Так, есть Все Решил Сколько времени? Стоп 8.58 Она интересная Она очень оригинальная Мне понравилось решение Особенно, когда я вверх ногами поставил детали Для того, чтобы их поменять местами Нужно было разобрать Но решение мне очень понравилось Мне действительно понравилась эта головоломка Сделана довольно качественно Единственное, что вот здесь есть небольшие подтеки клея Но это, в принципе, скальпель Я даже сейчас, наверное, могу срезать аккуратненько Теперь головоломка идеальная Мне она прям очень понравилась Очень оригинальная Люблю такое, когда решаешь и решаешь Уже практически дошел до конца Но у тебя одна деталь не вставляется Но ты видишь, что для нее есть место И потом просто путем перестановки некоторых деталей Ты освобождаешь для нее место И она вставляется Это очень круто Давайте подойдем в итоге по всем трем головоломкам Начнем с красной коробочки К сожалению, это последняя шкатулка в данной серии Как я уже говорил, возможно, производитель будет делать новые коробочки Но пока новых нет Как только появится, я обязательно куплю Мне шкатулка очень понравилась Она оригинальная, она интересная К сожалению, она очень туго открывалась изначально Потому что сейчас я ее уже несколько раз поразбирал Сейчас покажу, насколько она легко открывается Вот, я просто приподнимаю Раз, она легко открылась Просто-напросто, потому что шкатулка разработалась И намного проще уже открывается Изначально это была загвоздка Потому что я не мог ее решить В первую очередь из того, что я боялся что-нибудь сломать Даже когда я открывал, видели, сколько усилий мне нужно было приложить Для того, чтобы ее отогнуть Она просто гнулась вместо того, чтобы приподниматься Поэтому это недостаток Но это небольшой недостаток В целом мне шкатулка очень нравится Кстати, уровень сложности у нее, наверное, 6 из 10. Она не на 7, не на 8. Она на 6 из 10. Главной сложностью было то, что она была склеена. Нужно, наверное, подвести итоги по всем шкатулкам уже. Из всех 4 шкатулок мне больше всего нравится, наверное, синяя. На втором месте у меня красная. На третьем месте зеленая. И на четвертом месте желтая. Сейчас не по уровню сложности, а именно по тому, насколько интересно она открывается. По уровню сложности, наверное, опять же, у меня синяя, потом красная, потом зеленая, потом желтая. Но все головоломки мне нравятся. И ссылки на все головоломки я оставлю в описании. И на все головоломки, которые вы видели в сегодняшнем выпуске. Деревянный кубик оказался довольно интересным. Я видел его огромное количество раз. Я помню, еще в детстве видел его в сувенирных лавках. Возможно, видели такие в различных городах. Там продают с какими-то деревянные ложки с изображением города. Что-нибудь в таком стиле. И там же продавались такие вот деревянные кубики. Я их видел в детстве, но у меня его никогда не было. Я просто знал, что есть такая головоломка. Сейчас я его купил. Я вижу, что это довольно интересная головоломка. Не очень сложная. Я бы дал уровень сложности 5 из 10. 4,5 из 10. Он не на четверку, не на пятерку, а на 4,5. Но он интересный. Он выглядит красиво. Полностью идеальную кубическую форму мне не удается им придать. Потому что все-таки это дерево. Оно немножко расширяется в зависимости от влажности. Или сужается наоборот. Поэтому вот такой вот он. И последняя головоломка оказалась немножко сложнее, чем я думал изначально. Здесь всего 6 деталей. Но каждая деталь имеет уникальную форму. Поэтому необходимо не просто сопоставить детали. Нужно еще делать это в определенной последовательности. Плюс сдвигать детали немножко вбок для того, чтобы продвинуть какую-нибудь одну, потом продвинуть другую. Поэтому головоломка не такая простая, как кажется. Казалось бы, просто деревянный узел. Деревянный крест. Но собрать его не так-то просто. Мне головоломка понравилась. Я бы дал уровень сложности 7 из 10. А теперь спойлер специально для тех, кто досмотрел до этого момента. Как я уже говорил, создатели вот этих коробочек вышла еще одна головоломка. Которая будет уже в следующем ролике. Это вот такой вот деревянный замок, который необходим каким-то образом открыть. Сейчас не буду рассказывать все нюансы этого замка. Но он довольно интересный и будет в следующем выпуске. Как видите, я его уже решил, потому что он распакованный. Я уже снял про него видео. Но пока еще не монтировал. Но в следующем выпуске деревянных головоломок обязательно будет этот замочек. Поэтому, если досмотрели до этого момента, пишите в комментариях «Я видел замок». И тогда все те, кто не досмотрели до конца ролик, не будут понимать, почему все в комментариях пишут про какой-то замок. Кстати, могут подумать про замок. Потому что если вы будете писать «Я видел замок», могут подумать «Я видел замок». Но неважно, пишите в комментариях «Я видел замок». В описании есть ссылка на мой второй канал и на все мои социальные сети, в том числе и на мой инстаграм. В инстаграме выходит огромное количество спойлеров и вообще много интересных красивых фотографий. Под каждой фотографией у меня есть описание, которое довольно интересно. И вообще смотрите какие у меня красивые фотографии. Обязательно подписывайтесь, там есть фотографии кубиков и головоломок. И на это все, спасибо за просмотр. Всем пока!